Здравствуйте, диспетчерская РНИЦ. Так, в ближайшее время у вас остановка магазин Благовещенск, да, получается? Чтобы узнать точное время отправления автобуса, теперь можно позвонить в региональный навигационно-информационный центр. По легкому для запоминания номеру 4728 можно узнать все, что касается работы городских маршрутов. Правда, не надо путать его с бюро находок, такое бывает. Горожане часто просят найти забытый пакет или ругаются, что потеряли ребенка, потому что маршрутка вовремя не подошла. Диспетчер идет навстречу, информацию проверяет. Ребенок там, допустим, или не успел, или что-то там такое. Опять же, остаются у нас номера телефонов граждан наших, мы перезваниваем и сообщаем, что либо ваш ребенок не сел вовремя, либо как-то, если его действительно не было, я уже по факту говорю, да, не было. В ближайшее время узнать, когда подойдет автобус, получится прямо на остановке. В павильонах повесят информационные табло, которые работают в режиме реального времени. Первой им обзаведется остановка на Ленина-Шевченко. Уже работает сайт автобус 28 РФ и мобильное приложение GoToBus. Здесь можно увидеть расписание по каждому остановочному пункту и количество автобусов на линии. Порядка 70 процентов автобусов у нас на сегодняшний день подключено. Я думаю, до конца года мы подключим все автобусы и, соответственно, скорректируем там, где не скорректировано расписание, для того, чтобы наш пассажир был информирован. Информацию о работе перевозчиков ежедневно передают в транспортный отдел города. Там будут мониторить нарушения. Например, одно из самых частых – это опоздание по времени. У нас и сейчас, в принципе, нельзя опаздывать и сходить. Есть объективные причины, есть субъективные причины. Объективные причины – это то, что у нас в городе, к сожалению, нет выделенных полос для движения общественного транспорта и транспорт движется у нас в общем потоке. За опоздание или сход с маршрута без уважительной причины перевозчиков станут штрафовать. Подключить все городские автобусы к системе планируют до конца года.